Здравствуйте, учащиеся, 11 класс. Тема урока – совершенствование техники бега на средней и длинной дистанции. Задача урока – сформировать культуру движения, обогащающую двигательного опыта, физические упражнения, общеразвивающую направленность. Приступаем к выполнению комплекса урока. Исходное положение – основная стойка, руки на поясе. На счет раз – руки к плечам, на счет два – потянусь в верхнюю носочку, тянься вверх. На счет три – руки к плечам, на счет четыре – основная стойка. Упражнение – начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение – исходное положение. Ноги вврозь, руки на поясе. Наклоны головы вперед-назад, вправо-влево. Упражнение – начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Еще упражнение. Исходное положение – ноги ввозь, руки вперед, сжатые ладонями в кулак. Упражнение – от себя. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение – исходное положение. Ноги вврозь, правая рука вверху, левая внизу, ладонями сжатые в кулак. Рывки руками начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение – исходное положение. Ноги вврозь, руки к плечам. Упражнение – вперед, назад. Упражнение – вперед, начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги, брось руки на пояс. Наклоны вперед-назад, вправо-влево. Наклоны начинать. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги, брось руки за голову. Повороты получа в правую сторону и в левую сторону. Упражнение. Начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги, брось руки за голову. Упражнение. Приседание. Упражнение. Начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги, брось руки на поясе. Прыжки. Ноги. С крестом. Ноги, брось. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, стой. Это движение, при котором чередуются одноопорные фазы и фазы полета общего центра тяжести. Так как при беге происходит постоянное повторение движений, бег относится к циклическим видам легкой атлетики. К средним беговым дистанциям относятся 800, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров с препятствиями, которые называются стиплчесс. Олимпийскими же являются только три вида дистанций – 800, 1500 и 3000 метров с препятствиями. История современного бега на средние дистанции началась в Англии в XVIII веке. Для мужчин бег на 800 и 1500 метров вошел в программу первых Олимпийских игр в 1896 году. Первый мировой рекорд был установлен в 1912 году американцем Теодором Мередитт с результатом 1 минута 51,9 секунд на дистанции 800 метров. Для максимальной эффективности бега на средние дистанции важно грамотно распределить свои силы и скорость. Необходимо учиться применять различные техники для каждого из этапов бегового отрезка. Уже на старте важно знать общий темп прохождения всей дистанции. Если этот темп будет слишком высок, существует риск излишних затрат энергии, что плохо скажется на результате забега. Бег на средние дистанции начинается с высокого старта. По команде «На старт» бегун занимает исходное положение, при котором толчковая, сильнейшая нога, находится у линии, а маховая нога ставится на две, две с половиной стопы позади. Угол наклона корпуса составляет примерно 40-45 градусов. Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым. Руки при этом занимают противоположное ногам положение и согнуты в локтевых суставах. Взгляд бегуна направляется вперед примерно на 3-4 метра. Команда «Внимание» в беге на средние дистанции не подается. После команды «Марш» или «Выстрела стартера» спортсмен активно начинает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен 5-7 градусам. Отличной тренировкой для развития выносливости является переменный бег. Это пробег большой дистанции по небольшим отрезкам с постоянно меняющейся скоростью. От медленной – бег трусцой до средней. Скорость бега определяется заранее в зависимости от тренировочной цели. Давайте рассмотрим полный цикл движений бегуна, который представляет собой двойной шаг. Существует два важных периода в работе его ног. Это период полета и период опоры. В двойном шаге содержатся два периода опоры и два периода полета. В каждом периоде различаются две фазы. Рациональная техника бега – это ключ к успеху. Легкие и непринужденные движения позволяют экономно расходовать ваши силы. Рассмотрим работу ног. В момент приземления нога ставится на внешнюю сторону передней части стопы, с последующим перекатом на внутреннюю часть и выходом через большой палец в момент отталкивания. Амортизация в этом случае происходит за счет упругости стопы. Приземление же на пятку приводит к амортизации за счет коленного сустава, снижает скорость из-за увеличения времени переката с пятки на носок и усиливает вертикальные колебания туловища, что приводит к дополнительным затратам энергии. Стопы необходимо ставить параллельно вдоль одной линии, не разворачивая их наружу. Вне зависимости от скорости бега и рельефа местности, такая постановка ног не должна меняться, будь то равнина, подъем или спуск. Меняться должна только длина и частота шага. Ширина шага зависит от угла разведения бедер. Примерно 50-70 градусов при медленном беге и 70-90 градусов при ускорении. Опорная нога в момент отталкивания полностью выпрямляется. Стопа при этом разгибается, а бедро маховой ноги выносится вверх-вперед. Чем активнее пятка маховой ноги подтягивается по направлению к ягодице, тем движение маховой ноги будет быстрее. Помимо работы ног, стоит обратить внимание на положение туловища и работу рук. Спина должна быть прямая, плечи развернуты, подбородок не задран. Небольшой наклон туловища вперед способствует постоянному ускорению движения под воздействием силы тяжести. Руки должны быть сложены в локти под углом около 90 градусов. Меняя остроту угла, можно изменить частоту работы рук, что неизбежно вызовет изменение частоты шагов. Если необходимо ускориться или бежать в подъем, то угол сгиба нужно сделать острее. Если необходимо погасить скорость при спуске, то угол сгиба в локте надо увеличить. Рука должна активно двигаться только назад, возвращаясь вперед исключительно по инерции и смещаясь немного внутрь по отношению к оси туловища. Вот вкратце и все. Бегайте с удовольствием и не забывайте, что иногда на вашем пути могут возникнуть довольно неожиданные препятствия. Продолжение следует...